Привет, друзья! Вот вы мне пишите в комментах, что осветил, мол, Виктор, тему Укрзалезницы. Знаете, я тут копнул немножко и просто прозрел, какой беспредел творится на этой самой Укрзалезнице. В 2016 году указом Порошенко на российскую компанию Трансмаш Холдинг, которая специализировалась в комплектации локомотивов деталями, были применены санкции. В феврале 2018 года Укрзалезница и General Electric заключили контракт на 1 миллиард долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. Но производство локомотивов было налажено на мощностях казахского завода ЛКЗ в Астане. А комплектуются локомотивы деталями производства той самой российской компании Трансмаш Холдинг, на которую были наложены жесточайшие санкции со стороны Украины. В подготовке и закупках локомотивов участвовала компания Ukraine Invest. А вот за этот конкретный участок закупок был ответственный нынешний исполняющий обязанности главы правления Укрзалезницы Иван Юрик. Как поговаривают злые языки, этот самый Юрик является ставленником врага Украины Пети Парашенко. И они вместе с Парашенко мутят вот эти самые коррупционные схемы, когда комплектуются американские локомотивы не американскими комплектующими, а российскими. При этом при всем заметьте, что эти же российские комплектующие сам Петя Парашенко запретил своим же указом в 2016 году. Вот эта вся история, честно говоря, пахнет, я бы даже сказал, воняет откатом от российской компании Трансмаш Холдинг. И почему правоохранительные органы до сих пор не задают вопросы этому Юрику и не спрашивают, почему у него, собственно, локомотивы комплектуются не американскими деталями, а российской фирмы, которая официально запрещена в Украине. Ну а теперь, друзья, директор со стратегического развития Укрзалезницы Антон Соболевский. На видео Антон Соболевский с гражданкой Литвы Гентаре Прохоренкайте и советником министра инфраструктуры Виктором Долганем употребляют вещества, похожие на кокаин. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. Вы можете принимать наркотики и потом весь день нормально работать? Нет, ну а как еще работать нормально? Кокаин и шлюхи, вот и весь рецепт. Друзья, какой вывод можно сделать из всего этого? Да вывод очень прост. Пока люди Петра Парашенки остались на местах, такие как Юрик, как Соболевский, на Зукорзалезнице будут процветать коррупция, откаты, наркомания, ну и прочий беспредел. Пока! Субтитры создавал DimaTorzal Субтитры создавал DimaTorzal Субтитры создавал DimaTorzal Продолжение следует...